Сухая теплая погода всегда имеет обратную сторону. Выезжающие на природу люди, несмотря на многочисленные предупреждения, жгут костры. И практически каждый год сотрудникам различных ведомств приходится бороться с последствиями возгораний. За обстановкой в лесах региона неустанно следят диспетчерские пункты пож леса. Региональный пункт диспетчерского управления чем занимается? Это сбор и анализ информации, поступающий из различных источников и от граждан нашей области, и от технических средств, о каких-либо задумлениях. И, естественно, передача этой информации для тех, кто занимается тушением пожара. Что такое лесные пожары и к чему могут привести возгорания в лесу, все мы помним из августа 2010 года. В сухую безветренную погоду огонь распространяется с невероятной скоростью и занимает огромные территории, а доступ к нему ограничен. Тушение лесных пожаров почти всегда связано с труднодоступностью места возгорания, поэтому, чтобы добраться до очага, требуется специальная техника. Снега, болота, ход, морал – новое приобретение позже леса. Практика показала, что для доступа в некоторые уголки региона просто необходим подобный вездеход. Машина идеальная для нашей местности. Вся Сибирь-матушка на этих машинах построена. Выбор был не просто так. Высокая проходимость, способность плавать, способность вести до 10 человек экипажа в грузовом отсеке и в кабине болотохода. Возможность разместить емкости с водой и пожарно-техническое вооружение. В арсенале лесных пожарных автомобиль «Урал» большой емкости. В эту махину помещается 9 тонн воды. Используется он для тушения лесных дорог и для подзаправки маленьких, более проходимых транспортных средств. Основные трудяги у нас – это, конечно, маленькие газики. Почему они? Ну, машина высокой проходимости, маневренная, пролезет там по любому бездорожью, пролезет по болоту, по лесу. Диспетчерская служба пожлеса работает круглосуточно. На территории области установлены камеры в 30 точках на высоте около 70 метров, с которых ведется наблюдение за лесными массивами. Камеры позволяют заметить даже маленькое задымление и вовремя среагировать на возгорание. Для нас самое напряженное время работы – это весна, когда сошел снег, травка еще не выросла, и старая, пожухлая, но сухая трава появляется на лугах, полях, в лесу, везде практически. И этот сезон. Ну и плюс ко всему осень, то же самое. Кроме того, в распоряжении пожлеса квадрокоптер, беспилотник и тепловизоры. Вся эта техника позволяет своевременно отреагировать на огонь. С помощью тепловизоров сотрудники отслеживают горение торфяников – одно из самых сложных и опасных. Ведь леть под землей торф может очень долго, распространяясь на большие площади, а заметить очаги снаружи без спецтехники очень сложно. Пал сухой травы – еще одно опаснейшее явление для леса. Огонь выжигает траву и зачастую перекидывается на близлежащие лесные массивы. К сожалению, статистика неутешительна. Из года в год регистрируется 200-300 возгораний полей в регионе. К счастью, в этом году от полевых пожаров пока не пострадал лес. Но в целях безопасности легких нашего региона временно стоит воздержаться от выездов на пикники.